22 июня 1941 года жизнь советских людей изменилась навсегда. Началась война, принесшая нашему народу тяжелейшие испытания, страшные потери, нечеловеческие муки. И первыми ее удар встретили советские пограничники, навсегда покрыв себя воинской славой и став образцом беззаветного героизма, мужества и решимости стоять до конца. Ярким примером этого сопротивления стала Брестская крепость, на взятие которой немецкий план отводил не более нескольких часов. В действительности бои за нее превратились в ожесточенное сражение. Гарнизон пограничной крепости Брест одним из первых принял на себя удар гитлеровского нашествия. Защитники Брестской крепости в течение недели сдерживали натиск немецких войск, которые численно значительно превосходили их, несмотря на то, что эти атаки имели серьезную поддержку артиллерии и авиации. Брестская крепость была застегнута врагами врасплох. Артиллерийский обстрел казарм и жилых домов, начатый в 4 утра, вытряхнул из них на улицы полуодетых, слабо организованных, плохо вооруженных или вовсе безоруженных людей. Многие погибли, даже не успев сообразить, что происходит. Однако те, кто остался в живых, не поспешили сдаться на милость агрессоров, а оказали им упорное сопротивление, даже в условиях хаоса и отсутствия четкого командования. Из-за неожиданного нападения фашистов осажденные в крепости люди остались без одежды, еды и воды. Хотя вода была со всех сторон, река Бух, река Муховец, рукава и их протоки, но путь к ним был отрезан шквальным огнем врага. Пытаясь принести воды, погиб не один солдат, перегрелся и замолчал пулемет. Трудно себе представить, как небольшая группа защитников оказалась в ужаснейшей ситуации. Глоток воды в крепости был дороже жизни. У писателя Сергея Алексеева есть цикл рассказов о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Среди них есть небольшой рассказ «Брестская крепость». Он повествует не только об отваге, мужестве, героизме защитников. Здесь важны человеческие отношения главных героев. Без взаимопомощи и взаимовыручки не может быть победы. Только протянув руку помощи тому, кто рядом с тобой, можно достичь желаемого результата. Брестская крепость стоит на границе. Атаковали ее фашисты в первый же день войны. Не смогли фашисты взять Брестскую крепость штурмом. Обошли ее слева, справа. Осталась она у врагов в тылу. Наступают фашисты. Бои идут под Минском, под Ригой, под Львовом, под Луцком. А там в тылу у фашистов не сдается, сражается Брестская крепость. Трудно героям. Плохо с боеприпасами, плохо с едой. Особенно плохо с водой у защитников крепости. Кругом вода. Река Бук, река Муховец, рукава, протоки. Кругом вода. Но в крепости нет воды. Под обстрелом вода. Глоток воды здесь дороже жизни. Воды, воды, воды несется над крепостью. Нашелся смельчак. Помчался к реке. Помчался и сразу рухнул. Сразили враги солдата. Прошло время. Еще один отважный вперед рванулся. И он погиб. Третий сменил второго. Не стало в живых и третьего. От этого места недалеко лежал пулеметчик. Строчил, строчил пулемет. И вдруг оборвалась очередь. Перегрелся в бою пулемет. И пулемету нужна вода. Посмотрел пулеметчик. Испарилась от жаркого боя вода. Опустил пулеметную кожу. Глянул туда, где Бук, где протоки. Посмотрел налево, направо. Эх, была не была. Пополз он к воде. Полз по-пластунски. Змейкой в земле прижимался. Все ближе к воде. Он ближе. Вот рядом совсем у берега. Схватил пулеметчик каску. Зачерпнул, словно ведром, воду. Снова змейкой назад ползет. Все ближе к своим. Ближе. Вот рядом совсем. Подхватили его друзья. Водицу принес. Герой. Смотрят солдаты на каску. На воду. От жажды в глазах мутится. Не знают они, что воду для пулемета принес пулеметчик. Ждут. А вдруг угостит их сейчас солдат. По глотку хотя бы. Посмотрел на бойцов пулеметчик. На иссохшие губы. На жар в глазах. Подходи. Произнес пулеметчик. Шагнули бойцы вперед. Да вдруг. Братцы. Ее не нам. Ее раненым. Раздался чей-то голос. Остановились бойцы. Конечно, раненым. Верно. Тащи в подвал. Отрядили солдаты бойца в подвал. Принес он воду в подвал, где лежали раненые. Братцы, сказал. Водица. Повернулись на голос головы. Побежала по лицам радость. Взял боец кружку. Осторожно налил на донышко. Смотрит. Кому бы дать. Видит солдат в бинтах весь. В крови солдат. Получай. Протянул солдату кружку. Потянулся было солдат к воде. Взял уже кружку. Да вдруг. Нет. Не мне. Произнес солдат. Не мне. Детям тащи, родимый. Детям. Детям. Послышались голоса. Понес боец воду детям. А надо сказать, что в Брестской крепости вместе со взрослыми бойцами находились и женщины, и дети. Жены и дети военнослужащих. Спустился солдат в подвал, где были дети. А ну, подходи. Обратился боец к ребятам. Подходи. Становись. И словно фокусник из-за спины вынимает каску. Смотрят ребята. В каске вода. Вода. Бросились дети к воде. К солдату. Взял боец кружку. Осторожно налил на донышко. Смотрит. Кому бы дать. Видит. Рядом малыш с горошином. На. Протянул малышу. Посмотрел малыш на бойца. На воду. Папки. Сказал малыш. Он там. Он стреляет. Да пей же. Пей. Улыбнулся боец. Нет. Покачал головой мальчонка. Папки. Так и не выпил глотка воды. И другие за ним отказались. Вернулся боец к своим. Рассказал про детей. Про раненых. Отдал он каску с водой пулеметчику. Посмотрел пулеметчик на воду. Затем на солдат. На бойцов. На друзей. Взял он каску. Залил в металлических кожух воду. Кожух. Заработал. Затрачил пулемет. Прикрыл пулеметчик бойцов огнем. Снова нашлись смельчаки. К богу. К смерти навстречу поползли. Вернулись с водой герои. Напоили детей и раненых. Отважно сражались защитники Брестской крепости. Но становилось их все меньше и меньше. Бомбили их с неба. Из пушек стреляли прямой наводкой из огнемета. Ждут фашисты. Вот-вот и запросят пощады люди. Вот-вот и появится белый флаг. Ждали-ждали. Не виден флаг. Пощады никто не просит. Тридцать два дня не умолкали бои за крепость. Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. Написал на стене штыком один из последних ее защитников. Это были слова прощания. Но это была и клятва. Сдержали солдаты клятву. Не сдались они врагу. Поклонилась за это страна героям. И ты на минуту замри, читатель. И ты низко поклонись героям.